Всем добро пожаловать в новое видео И мы продолжаем Что я собственно сделаю Давайте покрасим как-нибудь наш фонарь Можно его сделать Допустим Металлическим То есть с намеком на Такое вот золото Сейчас мы будем делать Объемы Объемы и уже более-менее придавать Какой-то более-менее Финальный цвет Всей моей Скажем так конструкции Так стекла у нас будут Желтые Так вот блокируем Задние тоже будут Желтые Со стеклами потом еще разберемся Так все что такое вот Недоработанное Я объединю в одну группу Чтобы тут мне не мешалось И заблокирую Далее выделяем волшебное выделение И у меня здесь Перекрытие Вот Выделяем одну часть Можно даже дать ей такой вот градиент Пустим вот так И выделяем Зеленую часть Даем тоже градиент Но допустим Более светлый То есть Тут у нас будет уже тень такая падать Точнее тут будет падать свет С другой стороны тень Мои витражи Немножко не совпадают Так пока это все смотрится Достаточно так Плоско Так вот тут тоже подтягиваем Да пока у нас нету никаких Как видите Тенюшек Совсем-совсем Что-то такое Маленькое Ну допустим Кстати мы определяемся Получается что у нас свет будет Вот эта сторона будет более светлая А здесь будет больше теней Но это мы как бы так Для будущего Я небольшой мастер-фломастер Играть с тенями Это если я вам скажу честно Я точно так же просто учусь Экспериментирую И когда мы рисуем без релиза А мы сейчас рисуем именно без релиза То конечно есть такой момент Что мы ориентируемся На какой-то старый наш опыт Так создаем Два эффекта Умножение И осветление Это у нас будет осветление А это у нас будет затемление Мы сейчас будем создавать свет И тень Ну по крайней мере Насколько у нас это Получится Я хочу создать Выпуклую вот тут вот часть Для этого мне нужно Светло-светление Сейчас вам покажу Что именно Я хочу сделать Там где надо мне сейчас затемнить Я буду затемнять Там где мне надо осветлить Я буду осветлять Например Купол Да В принципе Понятная форма То есть по краям Надо все-таки мне Затемнить Мы потом Сделаем Все под маску Поэтому сейчас Я просто Ничего не стесняясь Да Как-то работаю Можно сделать Осветление То есть блик Цветным Да Не белым А именно цветным Так может даже будет и лучше Нижнюю часть мы блокируем Сейчас я работаю Исключительно с куполом Вот да То есть на эту часть Мы только сейчас ориентируемся Далее Вот здесь вот тоже У нас получается Такое небольшое Прогиб Да То есть сейчас надо Выпуклые части Подсветить А там где у нас Прогиб Их необходимо Затемнить Вот Этим сейчас и будем заниматься И чтобы это не было Слишком Ну вульгарно Слова конечно Не очень наверное Подходящее Но оно отображает Суть действительности Чтобы это не было Очень грубо Такая вот история Далее Можно взять вот эти вот блики И вот здесь вот По краю Да Сделать примерно То же самое Можно даже сделать С помощью меж То есть карандашик Примерно форму купола Можно обрисовать Покрасить его белой И давайте Дадим эффект умножения Теперь будем С помощью сетки Ну допустим Вот здесь Помним да Что это у нас Эффект умножения Здесь мы только будем Затемнять Затемнять Наша задача Не затемнить То что не должно быть Затемнено Еще То есть у нас будет Такой общий слой Толеточку можно попробовать Сделать темной Она наверное Не является цветом Итак Вот это Он 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 так если мы уберем наши круги то есть концепция была в том чтобы оставить только одну вот эту вот посмотреть насколько это будет красиво и вниз мы тоже поставим ее же зеркально отразим что внизу принцип точно такой же надо затемнить и сделать более объемным так берем нашу маску красим белый приносим на самый верх ставим выделяем mesh и маску можно создать создать маску а можно нажать control 7 здесь не принципиально потому что объект ну как бы без всяких узоров то же самое делаем и внизу подставляем так чтобы это было чтобы это работало скажем так еще наш такой шарик допустим вот так вот и control 7 вот допустим мы закончили с верхней с нижней частью да она более такая стала объемная давайте не знаю сделаем что-нибудь с витражами потому что но они совсем такие не не интересные что ли ну допустим ну допустим с задними витражами делаем то же самое вот изолируем давайте control c control f давайте сделаем большую резинку как-нибудь так вот вот с какой стороны у нас вот так будет я даже не знаю что это должно быть тень или это какой-то блик не наверное все таки он должен быть снизу мне кажется снизу мне кажется такого совсем не видно вот эти перегородки конечно не должны стоять на самом верху так выделяем еще купол и нижний купол переносим на самый верх поп переносим еще выше так теперь поработаем вот с этими вот стойками пока она выглядит честно говоря не очень красиво прям таки скажем давайте выделим дадим более темный оттенок причем я не понимаю почему вот это она какого-то реально другого цвета это такая а это явно другая ну-ка давайте отзеркалим допустим так еще под нашим куполом получается те сгруппируем какая-то часть должна быть что-то вроде переходной да между самим куполом и самим фонарем давайте собственно ее создадим немножечко совершенно исказим подгоняем точки подгоняем точки здесь даже можно добавить тень здесь даже можно добавить тень я добавила кривую так мы выделили сейчас не мою кривую где моя кривая вот моя кривая даем ей чтобы ее просто было видно скругляем углы вот да и дадим ей какой-нибудь градиент черно-белый это у меня просто тень сейчас она у меня смотрит вот мне надо чтобы она сверху вниз смотрела поэтому даем ей вот этот вот градиент давайте эффект умножения дадим вот смотрим чтобы этот хвостик не не вылазил по идее где-нибудь вот здесь она должна у меня проходить удаляем и разбираем ее эту часть не знаю может быть сделать поглубже вот крайние точки только выделяем зажимая shift чтобы вниз он и так даже больше нравится если честно нет совсем если в крае не нравится уже лучше прямо вот такая вот история вниз переместим или сгруппируем кстати вниз если тут у нас вот такая история давайте изолируем получается тень нам все равно придется создать либо новую либо мы сейчас ее как-нибудь исказим потому что нам надо это перевернуть таким вот образом давайте попробуем исказить вот таким вот образом окей разобрать поднимаем уменьшаем зажимая alt чтобы слева и справа одинаково деформируем деформируем точки просто полукруг примерно так у меня почему-то получается он как-то вот эти криво да все посмотрим пока что сделаю таким вот что-то такое темное поднимаем поднимаем наверх чтобы он за витражи встал примерно вот так вот так давайте посмотрим что у меня за искажение такое идет да у меня вот этот купол он как-то криво что ли стоит это нехорошо вот эта вот штука у меня стоит криво и она дает кривизну моему фонарю нет не красиво если округлить увы тоже выделяем крайние точки если допустим ее уменьшим ставим пока так здесь тоже пока что оставим мне кажется вот с этого края с какого-то она должна быть посветлее здесь может даже и потемнее сделаем вот совсем темно стало совсем темно стало надо их наверное местами поменять да ой так даже красивше стало так даже красивше стало так даже красиво так даже красиво здесь там не так так У нас не такой сильный угол То есть, чтобы именно не было угла Делаем такую вот историю Можно даже вот так вот сделать А, эти, кстати, витражи у задних мы сделали Нам все-таки надо Ctrl-C, Ctrl-F Передних Здесь вообще вот это удалилось Тоже сгруппируем И изолируем Ctrl-C, Ctrl-F Объединим И тоже с помощью уделения удалим нижнюю часть Дадим, допустим, эффект умножения Слишком оно агрессивно Берем прозрачность Что тут такое? Мне кажется, потихоньку все-таки выстраивается какая-то композиция Месяц даже так можно и оставить Что самое классное, что здесь мы, в принципе, не воспользовались большим количеством эффектов И композиция у нас достаточно легкая по весу Сейчас это актуально Если раньше мы могли себе позволить все, что угодно То теперь, конечно, было бы здорово рисовать более легкие работы Чтобы потом не заморачиваться с шаттером Пока что вот такая у нас получается история В следующем видео мы посмотрим, что можно сделать с витражами Так как мы уже рисовали с вами Какие-то абстрактные Узоры Так, нет, давайте изолируем И скопируем вместе с вот этой вот штучкой Я хочу сделать что-то вроде лампадки В которой у меня будет огонь Ну, пока мы это сделаем как-то так Ну, давайте, в принципе, сразу Или уже в следующем видео Ладно, в этом видео мы просто с вами нарисуем лампадку То есть гипотетически это будет смотреться как-то вот таким вот образом Лампадка будет стоять внутри Или мы что-нибудь другое нарисуем в виде лампадки И на ней будет гореть огонь Все, до встречи в следующем видео Всем спасибо за просмотр и всем пока